Приём-приём, друзья, на связи Шидимэн, добро пожаловать в новый видеоролик, это максимально экстренное включение, друзья, прямо сейчас мы вместе с Лецкой Всем привет! И Нубиком Привет, друзья! Уезжаем от цунами из Маши и Медведя в Байнкрафте, друзья, посмотрите, оно подступает всё ближе и ближе, но нам повезло то, что нас автобус достаточно быстрый, так что... Так, всё, давайте саживаемся, автобус здесь, наверное, припаркуем, и пойдёмте скорее копаться, потому что времени у нас сегодня не будет. Времени сегодня абсолютно нет. Друзья, так что прямо сейчас поставьте лайк под этим роликом, потому что с каждым лайком этот цунами будет замедляться всё сильнее и сильнее, друзья. Нам это замедление сегодня поможет очень сильно, потому что мы даже первый этаж не успеем сегодня построить, так что, друзья, надежда только на вас. Только на вас, говорю, на вас. В смысле, как будем строить? Нубик, строить, ломать, искать материалы и собирать уже поскорее всё. А, что? Что? Нубик, что я тебе должен сделать? Что сказать я тебе должен? Мы тут все в равных условиях, все копаются, все ищут, и тут ещё что-то, это, какие-то разводи штуковины непонятные. Я сегодня вообще какую-то коробку, не знаю, какую построю, наверное. Найти бы ещё что-нибудь. Найти бы ещё что-нибудь, действительно. Так, я кирку обгрейшу, сейчас камень сделаю. Так, в смысле, а тут, нубик, тут времени никакого нет. Здесь есть цунами, которая подходит всё ближе и ближе, и всё. Я сразу же нашёл, я сразу же нашёл материалы. Знаете, что я думаю, так как сегодня у нас времени нет, а цунами идёт сразу. Я потом буду все остальные сундуки искать. Я пойду сначала строить базу. Я думаю то, что это первоочерёдная задача. Так, это скиллуха, это скиллуха или везение. Ой, нубику надо обязательно сказать, чтобы ему тоже отдельно сказали. Да, нубик, хорошо, тебе повезло, ты это хотел услышать. Нет, вы нашли оба инструменты, говорю, материалы. Инструменты? Ну да, по-моему, нубик тоже нашёл. Я не знаю, нашёл он или нет, но вроде бы да. Слушайте, я вам вообще повезло. Так, сюда, сюда. Ну давай ещё раз скажу, нубик. Ну ты крутой, конечно, ну ты крутой. Это сарказм, если что, не за что. Ребята, так у меня один интерьер попадает. Серьёзно? Слушай, тебе что-то не фартит как-то сегодня немного. Да вообще, я вообще шумка какая-то. У меня топора нет, я хочу эту штуку сломать здесь. Так, 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 стёклышко поставим сюда. Всё, перекрытие между этажами. Друзья, у меня уже башня целая вырисовалась, представляете? А там вообще как цунами в каком состоянии? Я в подземелье. Цунами в состоянии того резко, что твою площадку сейчас уже полностью заливает. Да. Слушайте, это жестоко. Это жестоко и это боль, ребят. Ну так не забудь дверь поставить на первом этаже, чтобы тебе цунами не залилось только. Вот. Ты успел, надеюсь, это сделать? Так, здесь я сломаю, чтобы лестницу сделать, наверное, всё-таки. Так, раз, два, три. Ну всё. Пожалуйста, пожалуйста. В принципе, дальше пойдёт уже легче. Есть, ну а, наконец-то, ребят. Уж тебя нашла, наконец-то. Леска, давай, тебе придётся высушивать, наверное, всё очень сильно там. Да по-любому. Короче, потому что тебя там... Слушай, у тебя даже не видно, в принципе, где твоя площадка. Наш автобус уезжает тоже, он стоит прям там. Так, раз, два, три. Бедный автобусик синий. Так, всё, готово. Так, теперь здесь. Бедная резка, которая сейчас вообще не знает, что будет делать. Теперь делаем проход на второй этаж. Всё. Слушайте, такого скоростного строительства я вообще ни разу не приколюю. Я лишь примерно вижу, площадку буду использовать и как-нибудь. Так, леска, ну, я не знаю, хоть как-то уже, хоть как-то успеть надо, по-любому. Так, и здесь тогда у меня первый и второй этаж, они будут одинаковыми абсолютно. Я вообще даже не знаю, как... Мне надо сделать лопату. А, нет, стоп, у меня не получится сделать одинаковыми, потому что у меня стекла уже в таком количестве нет. Я могу только если вот так сделать какой-то... Это вообще, я не знаю, как называется. Странная база очень получается. Я сделала лопату. Так, поздравляю, Нулик. Я поставил блок, прикинь. Так, всё, готово. Крышу ставлю, крышу ставлю. Так, крыша у меня тоже каменная будет. У меня уже поставленная, я делаю пол в моей базе. Ой! У меня ещё база из этих дурацких блоков, короче, прикиньте. Из этого. Из плохого кирпича, которые с монстрами у меня кирпичи попались, прикиньте. Ой-ё-ёй. Ломать нельзя, ломать нельзя. Надеюсь, что она все не посыпется сейчас. Я очень сильно на это надеюсь. Ё-моё, чё за база, чё за цунами сегодня? Всё прям максимально не по плану с первой секунды летит. Просто не в ту сторону. Ладно. Всё. В принципе, я тут достроил. Я пойду спокойненько искать дальше остальные материалы. Интериерчик сейчас буду строить уже. Так, Леска, ты как там? Это вообще экстрементречение у нас сегодня. Экстрементречение. Всё, я спокойненько ищу. Но на самом деле нужно поторопиться в любом случае, потому что... О, есть сундук первый. Так, у меня тут сэндвичи какие-то. О, апгрейд произошёл. Какие сэндвичи тут бы дом построить? Так, сюда поставим всё лишнее. Чёрная шерсть. Я, кстати, железную кирку нашёл с железным топором. Я тоже нашла, ребят, но мне от этого не легче как бы. Кстати, я тоже есть хочу. Всё, я поел. Лубик, ну что, какой тебе сегодня будет логический вопрос? Пока что всё вроде плюс-минус успокоилось. Ты чё, шея, не издеваешься, что ли? Смотри, тут какой логический вопрос, как выжить. Какой цунами? Он уже построил, Лубик. Давай, задавай что-нибудь прикольное, интересное. Так. Забрал. Это я, наверное, ставлю. Я могу задать вам умный вопрос. Давай, давай, умный вопрос. Если решить, то мы умные. Давай, хорошо. Слушайте, я вообще в шоке просто. Ну что? В общем, чему равна сила электричества и электрического ската? Ну, бик, ты с ними скатами вот этими уже, вот честно говоря. Тогда какая скорость морского конька? Нубик, я вот с коростью морского конька, каждый день прям пользуюсь этой информацией. И тебе спасибо большое за то, что такой вопрос задаёшь. Нубик, ты, конечно, вот... Нубик, это всё подряд. И спылесосил просто всё, что возможно просто. Ну просто, я же умный. Нубик, а вот... Ты капец, конечно. А кто силу притяжения открыл? Вот мне кажется, это более, как бы, вопрос, который, ну, реально можно узнать, как бы. Не силу притяжения. Я не помню. А как это резко называется? Человек. Сила притяжения, да, ведь? Правильно, я с яблоком связанная. Поняла, о чём я говорю? Да. Всё. А, нулеско-реско спалило всю контору. Да, Плутон. Плутон, Юпитер. Приезжай ко мне против цунами. Так, ладно. Так, всё, я делаю. Всё это такое. Короче, Нубик, слушай, давайте логическая задача. На дереве сидело 10 птиц, пришёл охотник, подстрелил одну птицу. Сколько птиц осталось на дереве сидеть? Я знаю. Сколько? А что это не ставится? Мне кажется, что ноль... Ой. Нет, всё, ноль. Ноль? Почему? Да. Потому что они слетели все, они же не будут сидеть, когда... Они же не будут сидеть, те, эээ, оставаться сидели, когда... А вдруг они приклеены? А вдруг речь идёт об искусственных птицах, Нубик, ты с чего это взял, вообще? Ну ладно, сколько он застрелил? Короче, что-то я ничего не понимаю, Леска, давай там сама с ним разговаривай, я ничего не понял, короче, что происходит. Я вообще тут шоке, какие птицы, какие охотники, ребят, вы о чём? Одну, Нубик, одну. Ну, 9. Короче, мне кажется, ты видел эту задачу, скорее всего. Он по-любому видел, короче, когда, наверное, сам искал, что-то хотел подготовить, короче, подсмотрел, подсмотрел, получается. Они реально улетели на самом деле, и осталось ноль, получается. Они, наверное, выхлопа испугались. Не, ну, Нубик, ну ты подсмотрел. Нубик, ты когда на Трансассе едешь, выхлоп у тебя тоже все боятся. Что-то тут у нас, что-то тут у нас, два, три, четыре, пять. Слушайте, а что-то как-то, прям изи, что-то, я не знаю, у меня прям легко идет база. Все, быстро очень построил, ничего не осталось. У меня очень уютная база. У тебя очень кривая база, Нубик, во-первых, а во-вторых, уже, ну, посмотрим, что у тебя там внутри находится. Ну, нет, ну почему? А вы уже, так, вы прям интерьер, да, уже делаете? Да, я уже завершаю, я забрал, наверное, последний сундук уже за сегодня. Сейчас, конечно, еще проверю немного, потому что вдруг здесь что-то еще завалялось. Там блоки остались немного. Так, а в эту сторону я не помню. Так, тут бедрок уже, здесь бедрок. Ой, сколько времени теряю зря вообще. Так, 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 тут помои свои ручки. Так что, Нубик, теперь задашь кому-то логический вопрос, или, ну, вопрос, который только давай, который люди все-таки знают о ней, о ней сколько там улитка приезжает за год, там расстояние и так далее. Вот морской коньок, я знаю, то что... Нубик, не над сильным морскими коньками, говорю, нормальный вопрос, который могут люди ответить. Я могу сейчас проезжать 16 метров в час. Хорошо. На чем вопрос? В общем, я могу задать, кто что изобрел. Так. Так. Что? Кто что изобрел? Кто что изобрел-то? Кто изобрел телефон? Телефон? Вот, сколько уже времени пошло. Я не знаю, на самом деле, кто телефон изобрел. Ты не знаешь, правда? Нет, конечно, я не знаю. Ну, молодец, знай дальше. Так, ладно. Так, куда кровать поставить? Куда кровать поставить? О, вот так поставлю. Это очень-очень странно. Я, значит, умею тебя. Ну да, Нубик, если вопрос, который ты знаешь, который просто, я не знаю какой... А ты помнишь, на какой температуре закипает вода, Нубик, с прошлого раза? Да, температура 100 градусов. Во, ну хоть и это запомнил, логический вопрос. Все, отлично. Все, ты видишь, что я стал умный и начитанный. Да, 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 конечно. Фу, я думала, у меня кирпич закончил. Слушайте, ну я, знаете, я что-то... Я не понимаю, как я успеваю, учитывая... А я построил базу. Все, у меня база полностью готова. Лескина стор... Я знаю еще один факт. Лескина скорость строительства 11 сантиметр в час. Да, хорошо. Прямо как у тебя скорость говорения, одно слово в минуту. Так, здесь все построено. Кровать поставил непонятно. Вот у меня стекло. О, смотрите, еще не все забило. Вот это обидно. А, да, еще даже осталось. Шеди, у меня очень не видно и круто. Я пошел играть в компьютер. Какой играть в компьютер? Леска, ты достроила? Слушай, я немножечко. Боже мой, что это там такое? Шеди! Боже, Леска, что это такое? Что-то вообще жесть. А снизу что у тебя здесь? Я пошел. Куда ты пошел? Плавать. Куда плавать? Леска, ты там еще не доделала ничего? Эх, я спать. Ребят, нет, нет, сейчас секундочку буквально. Ребят, я думаю, я... Лубик, пошли к леске, посмотрим, что она там делает. А пошли, а пошли, что я делаю? Пошли, пошли. Так, Леска, давай, показывай, что у тебя здесь? Ой, а как я покажу-то тебе? Мне кажется, Маша, в 10-ти это очень странно выглядит. Пол какой-то, что-то стекла кривые непонятные. Тут вообще платочки какие-то, носочки везде в окна лезут. Платочки, носочки вот так вот. Опа. Я спать, пошел к тебе гости. У меня даже без света достаточно светло на моемаде. Смотри, как красиво у меня сейчас будет. Так, ну давай. Кстати, интерьер плюс-минус хотя бы немножко к дизайну прибавит сегодня. Ну давай, у меня для тебя есть подарок. Пускай она сама сделает, давай пока без подарков. У меня тоже много чего осталось. Ребятушки, второй этаж. Так, давай второй этаж. Книжные полки. У меня, кстати, книжных полок не было. А у меня были. У меня даже скошенные блоки были, я их чуть-чуть даже не поставил. Ну ладно, без них я думаю то, что обойдусь. Так, к вашему вниманию сейчас будет вот такая штука, смотрите. Где вы? Вот такая, Нубик. Вот такая. Так, Нубик, ты задашь сегодня вопрос какой-нибудь прикольненький такой вот, который можно ответить. Так он же не готов. Который не один человек из ста знает. И который не используется в принципе никогда в жизни. Ну вот, кто изобрел телефон? Ой, извини. Следующий, пожалуйста, вопрос. Все, короче, у меня больше ничего не понимает. Нубик, я честно говоря, мне никогда в жизни не интересовало, кто изобрел телефон первый. И так далее. Что? А какой тогда вопрос-то задать, чтобы интересовать? Я вот не знаю. Я не знаю, тебе какой-то... Если... Давайте. Любимое блюдо Нубика Кубика. Ну это тоже какой-то дурацкий вопрос. Так ли все, Алиска, ты построила? Да, ой, спасибо. Спасибо за лампочки. Ну, вообщем, все, вот такая у меня база. И у меня в окошко смотрит Маша. Леска, я хочу солнце. У меня тоже, я все вижу. Нубик, тебе лучше этого не делать. Так. Не надо Нубик. Ну что? Оцениваем базу Лески, получается. На втором этаже у нее тут стол, стул, книжные полки. Что это такое здесь? Системный блок отдельно стоит от компьютера почему-то. Интересное решение. Я не успела поставить. А вот можно. Это лестница, ура. Холодильник. Так, давай ставь холодильник. И как-то вот так. Так, ну, окей, Леска справилась сегодня. Она успела. Я не успела вообще. Она как-то каким-то чудом реально еле успела. Так, пойдемте ко мне. Кстати, смотрите, а под водой, как будто бы этот платочек, он такой синего цвета издалека кажется. Так, заходим. Заходим. У меня реально крепость получилась. Но тут камень везде. И здесь у меня кухня. И здесь у меня посудомоечная машина и стиральная машина. Они, получается, разогреваются и кровать согревают. Как-то как будешь? В смысле, согреваются? А зачем? Я стирать не буду, когда я буду спать ложиться. На втором этаже находится диван, туалет и душ, короче, тоже на одном этаже по разной стороне. Такой шкаф. Вот, и все, получается. Как-то так. Вот и все мои базы. Так, пойдем к тебе. Да, правда, синий вдалеке. Да, это точно. Так, что у нас здесь? Суами еще только сюда заходит. Так, подходим. Лубик, слушай, ну у тебя на самом деле внешне, по-моему, не лучше, чем у Лески получилось сегодня. Ой, я знаешь, я даже внешне свою не видела. Я просто лепила все, что могла. Это кухня, это компьютер, мой телевизор. Тут Лески не показывают, почему-то. О, Нубик, у тебя комната прикольная, вот это вот прям. Вот это да, у меня прикольная комната. Это моя, это моя идея личная. Слушай, а мне зелень, я не нашла ее. Берешь, только садишься на кроватку и зелень тебя... О, что такое, Нубик? Опа, все, получается, застрянешь там. Ты же нам всякие блоки ставишь. Так, ну что, мы сегодня каким-то чудом действительно успели, ну прям все совсем. Это на самом деле даже как-то удивительно. То, как мы вначале спешили, я был уверен, что мы вообще не успеем. Я думала, мы вообще просто, знаешь, вместе с автобусом нас накроем. Так, а теперь следующий вопрос. Я видел то, что автобус остался на дне. Получится ли у нас выехать на этом автобусе из цунами? Мне кажется, воздуха скорее всего не хватит. А вы видите его сейчас? Где он? Я вижу. Ребята, как воздуха набрать? Слушай, я к себе на базу сейчас зайду. Сейчас, секунду. Слушай, а мы можем воздушный коридор построить? Ай, как больно бьет-то, ё-моё. Так, сейчас я на базе своей воздуха наберу немного. Мы не можем воздушный построить? Так, опа. Все, набираю воздуха. Я сел, я сел. Леска, у меня вход, если что, с другой стороны находится. Я поняла, я думала, я воздушный коридор сделала. Сиди, я сел. Лубик, подгоняй сюда к дому тогда, если ты сел, у тебя получилось это сделать. Так, ты где там? Это хорошо, что вы сели. Я не сел за руль. А, я понял. Слушай, у меня хэп-шек мало, я не успею вам выплыть. Я не успею. Леска, если я не успела. Не-не, ребят, мы даже до тут доплыть, и как у нас не получится вообще. Шэдди, вы где-то безконечности в какой-то. Это бесполезно, мы не успеем. Бесконечно. Там никак вообще не доплывешь. А, нет, почему? Подождите, есть лайфхак один прикольный. Сейчас все будет. У меня же есть дверь, а с помощью двери можно спокойно, короче, подплывать. На двери плыть можно. Да, практически, практически сейчас все увидите. Так, вы идете за мной к автобусу? Нет, мы где-то вообще не далеко. А, ну хорошо, я тогда сам. Я тогда один на этом автобусе. Опа. Нубик, смотри еще. Ой, Нубик, уйди отсюда. Там где цунами только надвигается. Нубик, отойди отсюда. А, Нубик, что там оказалось? Дверь только мне оставляй, не бери ее. Так, все, идем. Идем, идем, идем. У меня цунами огромный за спиной. Что? Еще воздух набираем? Да, да, сейчас я сяду. Воздух еще набери. Раз, и поплыли. Так, я сажусь в автобус. Так, Нубик, садись. Едешь. Давай сейчас разболеем. Поехали. Давай, погнали. Выезжаем сегодня из цунами. Поехали. Есть, получилось. Друзья, смотрите. Я место там осталось. Мы, друзья, сегодня успели и базу построить. И цунами, перед ли, да еще и на автобусе выехали. Так что, мне кажется, то, что мы сегодня просто на 200% справились. Ну что же, а вон я леску вижу. На связи был ShadyMan. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Ой, я села. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.